Но вообще у нас спецназы это любимая нынче тема Александра Григорьевича Лукашенко. Поэтому без разговора о Лукашенко, конечно, мы не обойдемся. И сейчас мы видим задравшего градус полемик, задравшего собственную эмоциональность, очень истеричного, очень люто цепляющегося за власть, очень жалкого человека, который, тем не менее, может на какую-то часть белорусских колхозников воздействовать. Он, кстати говоря, производит сейчас более интересное впечатление, чем обычно. И, кстати, от меня тоже большое спасибо. Я всегда хотел посмотреть на публичную агонию диктатора. Мне это просто важно по моей работе. И он, в общем, великолепно работает сейчас для меня лично наглядным материалом. Его реплики, кстати, обрати внимание, насколько реплики стали сочнее, проработаннее, сценарнее. Не путайтесь под ногами, дайте спасти страну. Он чуть-чуть не закончил фразу и мысль, потому что единственное, от чего надо спасать Белоруссию, так это от него самого. Но, конечно же, герой, настоящий герой Белоруссии уже не он. Потому что у нас есть удивительный пример самозарождения политической фигуры. И те, кто всю жизнь нам рассказывали, в том числе, кстати говоря, я, о том, что необходимо сперва написать революцию, сперва пройти школу подполья, школу определенных политических боевых искусств. Вот все эти люди неправы. Теперь мы видим, что в реальности время отковывает фигуры. Не то, что там за два дня, порой за два часа. Вот та фигура, которая должна быть, которая необходима, она будет откована. И это, кстати говоря, тоже урок нам всем. Вообще Белоруссия нам сейчас очень много предлагает возможности поразмыслить, увидеть себя в будущем. Это урок, кстати, всем тем, Тихановская. Всем тем, кто говорит, что в России нет фигур, способных противостоять режиму. И вот сейчас мы имеем абсолютно лабораторный, доказанный пример того, что такие фигуры образуются очень-очень быстро. И, кстати, я знаю, что многие в Беларуси сейчас смотрят. И хочу сказать, граждане белорусы, вы действительно приглядитесь к Тихановской. Потому что мы же все понимаем, я, по крайней мере, понимаю, что у нее на уме. У нее на уме выиграть выборы и тут же освободить всех политических. И получить обратно мужа. И, вероятно, послать всех нафиг и заявить настоящие выборы, а самой свалить из игры. Я не без оснований подозреваю ее в этом. Понятно, что ее цель... Она, по-моему, даже говорила об этом, что провести нормальные выборы уже... Да, понятно, что ей нужен ее муж. И она вот эту красивую, обалденную комбинацию предпринимает только для этого. Но обратите внимание, что девчонка сама по себе обалденная. Она за пару недель превратилась в, ну, по крайней мере, почти профессионального политика. И похоже, что она, кстати, значительно круче своего мужа. И представляет гораздо большую ценность. Она, может быть, еще не вполне знает, каким политику надо быть. Но она точно знает, каким ему быть нельзя ни в коем случае. Потому что она выросла при Лукашенко. Вот так что так просто ее не отпускать. А то вот отдадут ей мужа, и она вам сделает ручкой. Нифига, так вот не надо.